Я хотела еще показать вам свой подручный репертуар, материал, который я использую во время преподавания. Вот, смотрите, стресс игрушки. Дети, которые занимаются, у них не получается, они гамме сжибаются, вот, даешь им, они пахучие. То есть, те, которые онлайн, вместо них жмешь, так сидишь и говоришь, о, видишь, какое-то смешное. Привет, Мария, как дела, что ты грустная? Вот, потом, вот такая штучка, я говорю, такая у тебя рука деревянная, это как вот ты будешь играть, том-пом-пом-пом, да? Она, кстати, выдвигается, я говорю, иди ко мне, сейчас тебя поймай, никуда ты не убежишь, ну, смешно, она спину чесает. Это деревянная рука, которая в ней гнется, мы же хотим, чтобы он вот здесь, в этом месте был мягенький. Кстати, посмотрите на мои руки, видите, они такие с вот этими, детский браслетик, да? Потом, счетный материал, вот я говорю, сыграешь, например, четыре раза, и кладу еще вот так, смотрите, например, раз сыграл, да? Ой, не хочет, они такие цепляются, ну, в общем, короче, их можно так, видите, они как прыгают, если сыграешь там два раза, их можно соединить, да? Не хотят. Короче, у меня просто одна рука, вот так кладешь их между клавишами, потом нажимаешь раз на три, и они прыгают. Ой, как они хотят три раза сыграть или четыре раза, я вам гарантирую, что они будут, можно и тут положить, можно и тут, а потом, чук, и они все прыгнут. Ну, в другом месте, чтобы не мешало играть. Так, потом, смотрите, карандашики, опять же, я могу им сама писать и показывать, что вот я пишу сама, да? Вот им показывает Нью-Йорк, можно, те, которые приходят ко мне, вот, эти пахучие, видите? Я что-то, например, фа-диез подчеркну, он будет пахнуть, да? Вот этот судья, который очень строгий дядька, как же без строгости. Ну, конфетки, конечно, у меня есть, у тебя где-то, которые приходят ко мне, я даю конфетки. Композиторы, я говорю, бахнуть тебя, смоют, очень сурово, как так играешь без фа-диеза? Карандашики, вот такие длинные, которые тоже деткам очень нравится писать. Например, как я объясняю, когда, ну, например, я играю, помните, вот, Верхович вариация. Они играют, ну, там, как бы, прикосновения. Вот эта кантилена, я говорю, смотри, как девушка, я еще показываю, как они так вот плавненько танцуют, идут. Что еще? Ну, есть такие головомолки, которые я даю во время маленьких перерывов, говорю, ну, собери мне. Или, например, сыграешь ли ты гамму за тот момент, что крутится, ой, извиняюсь, вот она крутится, видишь, играет, там, не знаю. О, успела, да? Ну, примерно что-то такое. То есть, обязательно, я считаю, нужен сподручный материал. Ну, что тут еще интересного? А, вот тоже камешки у меня есть, которые тоже можно считать. Вот, видите, девочки, что-нибудь такие камешки, они не липнут, просто они, как бы, такие, видите, они разного цвета. Ну, например, если я обсуждаю какой-то звук, вот, звук, да, мне нужен какой-то, там, острое марката. Вот, видите, кончик, чук, такой, там. Да, нужно не только нажать, а еще отскочить. Вот, ну, всякие вот эти, которые мягенькие игрушечки. Вот, и, ну, в общем, короче, вот, можно динамику объяснить на матрешке. Маленький звук, побольше, побольше, побольше. Или, наоборот, большой, потом меньше, меньше, меньше. Так что, вот это все место, это все организовано так, чтобы с подручными средствами можно было объяснить прикосновение, динамику. Показать смешной карандаш, например, видите, у него там халуин из колечка, оно пахнет, он карандаш этот пахнет. Вот, это money tree, если хочешь быть богатым, потрогай. Ну, как бы, они, как бы, балуются, вот, у них там камера есть, можно еще видеть, виден Нью-Йорка. Короче, у них есть возможность расслабиться, и когда я преподаю онлайн, я то же самое все, что-то показываю прикольное. Вот у меня девочка привезла из Африки, сидит дядя, думаю, что делать, видите, сидит такой спокойный, я говорю, ну давай успокойся, как дядя из Африки.